Это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировки ведущих криптовалют согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое маленькое изменение за последние 24 часа, я имею ввиду ключевые криптовалюты. Конечно, как всегда есть и исключения, как например Dogecoin, который вырос на 13%, но в целом кажется, что рынок пытается возобновить рост. Вчера мы анализировали графики Ethereum, мы увидели, что там все время рисуется новый all-time high, то есть в целом я бы сказал, что позитив на рынке сохраняется. Сегодня я проанализирую график Yuliswap, эту криптовалюту мы давно не анализировали, она входит в топ-10, поэтому давайте мы сегодня проведем технический и свечной анализ по графику Yuliswap. Текущая цена больше 40 долларов, 41 доллара и 14 центов. Вот он график, график потихонечку зигзаг продолжает идти вверх. Итак, как всегда мы начинаем с месячного таймфрейма, но для начала я всегда убираю вот эти лишние элементы, то есть объемы, чтобы график был чище и конечно, чтобы было легче его анализировать. И вот он практически график. Yuliswap начал торговаться на ключевых биржах в прошлом году в сентябре, поэтому график достаточно маленький, но я считаю, что для нашего анализа он вполне достаточен. Итак, у нас продолжается череда из бычьих свечей, у которых локальное минимум повышается, также и локальное максимум, то есть это бычий сигнал. Конечно, я хочу сказать, что до конца недели есть еще несколько дней, текущая свеча может поменяться, но если она останется в этом же виде, она подтверждает бычий сигнал, то есть мы базируем технический анализ сегодняшний на этой свече при такой ситуации. Итак, предыдущие свечи, хотя и бычи, они имеют большие верхние тени, свидетельствующие о том, что хотя и рост продолжается, быки все время сталкиваются с сопротивлением, поэтому нужно быть аккуратным, мы понимаем, что тренд идет вверх, но периодически наступает сильное сопротивление, оно может произойти в любое время. Weekly. У нас практически рост здесь был, попытка медвежьего поглощения, которая не состоялась, однако после этого сразу произошло вот это несостоявшееся медвежье поглощение, потом сразу нарисовалось бычье поглощение, в период маленькой коррекции или консолидации снова идет рост, видно, что у последних свечей в основном минимум повышается, максимум текущей свечи перешагнули уже предыдущие максимумы, то есть это говорит о том, что если на уик или свеча сохранится в этом виде, она подтвердит бычий тренд, бычий сигнал. Итак, переходим к дневному таймфрейму. Вот он практически, этот рост, который мы наблюдаем в последнее время. Я думаю, что здесь простым глазом сразу видно восходящий канал, то есть это восходящий тренд. Что хочу сказать, да, можно перейти к 4-часовому таймфрейму и здесь практически увидеть тот же самый канал, даже если убрать волатильность и перейти к линейному графику, чтобы график был чище, можно правильнее настроить эти линии практически по вершинам, то есть нарисовать канал, то есть восходящий канал. Но в целом можно сказать, что простым глазом здесь видно, что идет восходящий тренд, то есть восходящий канал. И на данный момент график Uniswap тестирует верхнюю границу канала. По сути, она может сработать в качестве сопротивления, но это нет гарантии, что она сработает в качестве сопротивления. Мы знаем, что очень часто происходят такие пробои и потом просто тренд начинает ускоряться, то есть начинает рисоваться новый канал, практически который имеет другие контуры. Так что на данный момент самое главное, чтобы сделать вывод, что тренд остается растущим, чтобы практически всем было понятно, что даже с точки зрения трейдинга направление определения сделки, она на покупку уже момент ловится по многим другим факторам. То есть сейчас что еще хочу сделать? Тренд восходящий. На всех таймфреймах, даже если происходят паузы, мы видим, что тренд восходящий. Конечно, ключевая поддержка – это нижняя граница канала, это примерно 30 долларов за цифровую монету на дневном. Я сейчас добавлю и скользящая средняя. Как всегда, это две скользящие средние на дневном таймфрейме, без сомнения. Первая – это 30-дневная, то есть месячная, давайте и стиль немножечко настроим, то есть месячная скользящая средняя. И, соответственно, следующее – это, конечно, 90-дневная или трехмесячная скользящая средняя. То есть в данном случае это трехмесячная скользящая средняя. Вот они, две скользящие средние. Первая – идет внутри канала, идет вверх, периодически цена консолидируется около этой скользящей средней, потом отскакивает. И вторая, конечно, это трехмесячная, которая на данный момент приближается к нижней границе канала. Что это говорит? Что на данный момент в нижней части канала очень много поддержки. Трехмесячная скользящая средняя, линия тренда, месячная скользящая средняя. То есть, если здесь как-нибудь цена на фоне какой-то волатильности зайдет в эту зону, потом, скорее всего, она здесь получит поддержку на фоне всех этих индикаторов, и цена снова отскочит. Но это если произойдет такая волатильность. Самое главное, чтобы увидеть, что поддержка есть внизу, тренд идет вверх, и мы сделали вывод, что тренд остается растущим. Итак, друзья, у меня на этом все по графику Юлий Сваб. Пожалуйста, поделитесь вашим взглядом в качестве комментариев ниже этого видео. Я вам, конечно, всем желаю удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте, и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был Адкрипспа. Спасибо. 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 Спасибо.